18 октября в Агентстве развития и инвестиций Омской области в рамках международного форума InnoSib состоялась презентация проектов молодых стартаперов. 43 участника регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» рассказали о себе и своем бизнесе. В этом году конкурс проводился в восьми номинациях – социальное, сельскохозяйственное, инновационное и интернет-предпринимательство, а также франчайзинг, производство, торговля и сфера услуг. Это в первую очередь возможность для ребят самим себе и другим доказать, что та деятельность, которой они занимаются, она эффективна и востребована. Поэтому то социальное признание, которое получают участники конкурса, мне кажется, оно не менее даже более значимое, чем материальная поддержка. Мой проект – это производство арахисовой пасты. Я участвую в номинации «Производство». Я вообще давно собиралась заняться этим делом. Я арахисовую пасту с детства люблю. И рынок в России здорового питания, спортивного питания, он начал стремительно развиваться и подумал, что самое время заняться чем-то подобным, чтобы подхватить волну, скажем так. Мы шьем детскую одежду, шьем наборы Family Look – это одинаковая одежда для мам и ребятишек. Представляем здесь проект, хотим победить, хотим завести новые контакты и хотим, чтобы наше дело росло и развивалось, узнаем много нового и сотрудничаем с коллегами. У нас сейчас разрабатывается новая линия одежды, очень интересная, с вышивкой. И как бы очень хотелось бы представить именно ее на всю Россию, потому что интересная задумка, карты раскрывать пока не будем, но это можно адаптировать к каждому городу. Это одежда, привязанная именно к городу. Поэтому я думаю, это будет интересный проект. Победителей и призеров объявили 24 октября в правительстве Омской области на встрече с заместителем председателя правительства Владимиром Компанищиковым и главой регионального Минспорта Дмитрием Крикорьянцем. Предпринимателям, оказавшимся лучшими в своих номинациях, вручили дипломы и денежные поощрения. После торжественной части между бизнесменами и представителями органов власти состоялся конструктивный диалог, в ходе которого стороны обменялись мнениями о наиболее эффективном развитии экономики региона. Те вопросы, которые ребята задали, в общем-то получили достаточно правильные ответы и возможность к дальнейшему развитию тех инициатив, которые от молодежи мы можем получить, на что Владимир Борисович сделал акцент, о том, что не всегда власть и чиновники видят те проблемы, которые видит молодежь в том же предпринимательстве, в бизнесе и так далее. И я уверен, что такая некая обратная связь у нас прям конкретно получится. Ребята из разных отраслей экономики, из разных сфер бизнеса, бизнеса, сами разные, но всех объединяют одно самое главное, они не боятся заходить в неизведанное, не боятся брать на себя риски, соответственно, повышенную ответственность. Именно такие люди и двигают не только экономику, но и в целом развитие и регионные страны. В Омской области мероприятие проводится при поддержке Росмолодежи уже в третий раз. Победители регионального этапа представят свои проекты в финале конкурса, который пройдет с 22 по 23 ноября в Москве.